всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра попытки армении столкнуть россию и турцию обречены на неудачу мнение эксперта с чем связаны последние масштабные военные учения турции и азербайджана с июльским обострением на границе с арменией или с учениями российской армии на кавказе военно-политический союз анкары и баку направлен против еревана или также ограничивает влияние россии и ирана в закавказье готовится ли азербайджан к широкомасштабной войне на эти вопросы ответили экс-глава мид азербайджана тафик зульфугаров и директор кавказского аналитического центра ахмед алили в эти дни завершились военные учения турции и азербайджана связаны ли они с июльским обострением на границе или с последними учениями российской армии на кавказе тафик зульфугаров я думаю имеется прямая связь со всеми этими событиями более того основные учения прошли в нахичеване а это подчеркивание со стороны турции своих обязательств в отношении нахичеванской автономии исходящих из московского договора поэтому тут связь прямая турция квалифицировала последние события как агрессию против азербайджана и поэтому решила подчеркнуть что во время этих событий она рядом с азербайджаном и военными учениями и заявлениями отдельных официальных лиц ахмед алили я думаю нужно идти несколько дальше и связывать эти учения с обострением российско-турецких отношений в целом все началось еще тогда когда турция начала операцию в сирии по 35 километров буферной зоне а затем мы увидели противостояние в и длибе и только потом мы увидели переговоры между путиным и эрдоганом где на дипломатическом поле президент россии переиграл своего соперника после этого была пауза но началось вхождение турции в ливию и там турки смогли достичь определенных успехов а сейчас даже если бы не было тавусских событий обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе то анкара нашла бы способ показать что они готовы противостоять россии на южном кавказе но тавусские события стали хорошей причиной для турок чтобы показать свою силу и влияние то есть эти учения нужно рассматривать как противостояние москвы и анкары в разных регионах в том числе и на южном кавказе я очень надеюсь что это противостояние будет оставаться в пассивной фазе и даже если между азербайджаном и армении что-то случится то турция и россия будут балансировать друг друга не вступая в активное противостояние южный кавказ слишком маленький для противостояния таких стран как турция и россия на сегодня ситуация настолько чувствительно что малейшее обострение может привести глобальной войне поэтому я считаю что анкара и москва должны балансировать друг друга они вмешиваться в конфликт думаю что должны начаться переговоры между армянами и азербайджанцами региона можно ли сказать что окончательно сформировался военно-политический союз анкары и баку и направлен он только против еревана или также ограничивает влияние москвы и тегерана в регионе то фиг зульфугаров военно-политический союз между странами начал формироваться достаточно давно и прошел определенные стадии сейчас он квалифицируется как стратегическое партнерство и речь прежде всего идет о региональных угрозах в отношении азербайджана потому что трудно представить себе участие азербайджанской армии в других точках мира там где турция противостоит своим недругам в данном случае это военно-политический союз и он прежде всего касается угроз независимости суверенитету и экономическим интересам что касается ирана то мы видим определенную трансформацию в позиции руководства этой страны становится очевидно что иран его политическая элита выступают за проведение более дружественной политики в отношении азербайджана и на базе этого пытаются строить отношения с другими странами во всяком случае реакция ирана в отношении тавузских событий показала что иранская позиция больше близка к азербайджану ахмед алили это то что баку просил у анкары очень долгое время но они решили задуматься об этом серьезно после того как увидели что в опасности могут оказаться нефтегазовые трубы которые в первую очередь выгодны им самим а потом уже странам ес но тут нужно сказать что турция вступила в эту игру не только от своего имени но и чувствуется поддержка запада как показывают последние события сейчас анкара и вашингтон смогли договориться по ряду вопросов об этом свидетельствует ряд общих заявлений лидеров двух стран именно поэтому турция начала решительно действовать в направлении южного кавказа потому что сейчас роль азербайджана сильно возросла особенно из-за центральной азии где усиливается китай геополитическая роль центральной азии возрастает а потому и роль азербайджана как транзитной страны тоже растет поэтому и для брюсселя и для вашингтона отношения с баку сейчас имеют стратегический характер в свою очередь турция пытается воспользоваться данной ситуацией в противостоянии с россией и укрепляет тут свои позиции ваше мнение об этих учениях азербайджан готовится к широкомасштабной войне то фиг зульфугаров появление в театре военных действий такого оружия как самолет f16 это серьезный аргумент такого рода оружие не могло тут появиться без молчаливого согласия сша это показывает что в случае войны доминирование азербайджанского оружия будет обеспечена также нужно сказать что это происходит на фоне ухудшение отношений между арменией и россией мы увидели как россия не поддержала армению и не собирается этого делать в будущих военных действиях поэтому сейчас наступает очень важный период для армянской политической элита а именно займут ли они более конструктивную позицию в отношении переговоров или нет надежд на это откровенно говоря немного учитывая то что власти в армении делают ставку на популизм а потому можно сказать что регион движется в сторону широкомасштабных военных действий еще бы хотел подчеркнуть что активизация турции в нашем регионе не могла не быть согласованной с высшим российским руководством это должны понимать в армянском политическом истеблишменте чтобы у них иллюзий о столкновении турции и россии не было и более того россия не будет защищать территориальные амбиции армении поэтому попытки армении столкнуть россию и турцию обречены на неудачу повторюсь без обсуждения анкары и москвы турция бы в таком масштабе на южном кавказе не появилась бы ахмед алили тавусские события очень многое показали и практически стали точкой отчета для решения карабахского конфликта несмотря на то что сейчас официально погибло всего 16 человек с обеих сторон и это несравнимо с масштабами апреля 2016 года но политические геополитические и социальные последствия тавусских событий намного больше чем апрельских боев я думаю что тавусские события стали точкой отчета решения карабахского конфликта процесс пошел и после того как народ вышел во двор с требованием войны у руководства страны появились еще более сильные карты в переговорном процессе если же не будет никаких продвижений в карабахском направлении то внутри страны появятся силы которые будут обещать взятие карабаха это будет создавать внутреннее напряжение в азербайджане и я думаю что политические силы в азербайджане это понимают спасибо за просмотр жду ваших комментариев ставим лайк и подписываемся на канал и и и и и и и Продолжение следует...